По словам губернатора, общее количество учащихся увеличится больше, чем на 20 тысяч человек. Почти все из них переехали на Кубань из других регионов. Обеспечение безопасности школ и детских садов стало основной темой совещания. Вениамин Кондратьев потребовал, чтобы образовательные учреждения переходили на профессиональную охрану. Услугами ЧОПов сейчас пользуется треть школ. В многих школах как были сторожа, так и остаются. Как были там техничка, которая параллельно охраняет еще вход в школу, у дверей там стоит на приставном столике. И то она сидит, то не сидит. Так и остается. То есть вот этот вопрос, коллеги, он очень жестко был поставлен, в том числе и начальникам ФСБ края, и прокурорам края. Просто так не спустится. И просто так с контроля не снимется. Квалификация должна быть. Мы сумасшедшие деньги потратили на видеонаблюдение, но угрозу нужно вовремя выявить. И если ты смотришь на монитор, ты должна понять, или ты должен понять, что угроза приближается. И не просто понять, не просто ее выявить, но и нейтрализовать. Вот в чем вопрос. Тревожная кнопка должна заработать, и пожарная кнопка должна заработать, и камеры видеонаблюдения должны заработать. Не потому, что они должны быть, они должны заработать. Вот основной принцип. К сентябрю на профессиональную охрану должны перейти больше 40% краевых школ. И это, заострил внимание губернатор, не должно вылиться в денежные поборы с родителей.